Добро пожаловать в нашу русскую избу на посиделке. Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим. И в старую красоту находим, хоть и на универе ниже. Здравствуйте, ребята. Как вы думаете, о чем мы сегодня с вами будем говорить на уроке? О чем? О русской избе. О русской избе, правильно, мы с вами оказались в русской избе. Ребята, а знаете ли вы, как в старину здоровались? Говорили, здраве буди. Давайте с вами поздороваемся. Здраве буди. Как вы думаете, что это означало? Что людям желали здоровья. Правильно, желали здоровья. Здравствуйте. Да, ребята? Хорошо. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь поближе к печи. Дорогие гостей всегда усаживали возле печи. Украшением в избе всегда был и будет красный угол. Посмотрите, пожалуйста, ребята. Там стоят иконы. Вышитое полотенце укрывает от пыли. Стоит лампадка, в которой зажигали свечу. Красный угол – самое почетное место в доме. Человек, который приходил в гости, не мог прийти без согласия хозяева в это место. Слово «красный» означало «красивый», «хороший», «светлый». Перед иконами, посмотрите, стоит огромный стол. Этот стол располагался для всех членов семьи. Ребята, посмотрите, пожалуйста, на предметы русского быта. Назовите эти предметы. Веретено. Веретено. Пряжа. Пряжа. Какие еще предметы вы видите, ребята? Ступа. Ступа. Ребята, отказайтесь, пожалуйста, о каком предмете я сейчас вам скажу. Висит под потолком и качается. Люлька. Ребята, от песни «Ой, Люли». Давайте с вами подойдем, посмотрим. Люлька была сделана своими руками. Люлька была сделана своими руками. Здесь укладывали младенцев. А когда укладывали младенцев, пели колыбельную песенку. А вам, мамы, пели колыбельные песни? Да. Да. Какие? Какие колыбельные? Спят усталые игрушки. Какие? Какие? Так, какой еще? Белый. Отлично. Ребята, а я еще хотела вам показать еще один необычный предмет. Посмотрите, пожалуйста. Как вы думаете, для чего его применять? Для чего? Для чего? Да, это рубель. Рубель. Его применяли для обложения белья. Старый русский утюг и на утюг-то вовсе не похож. Посмотрите. Можете потрогать. Посмотрите, потрогай. Все, хорошо. Давайте. Так, хорошо. Присаживайтесь, ребята. Создавшие мебель мастера не только думали об удобстве, но и о красоте. Ребята, как вы думаете, для чего использовали именно дерево? Из дерева делали столовые приборы, саму избу делали из дерева. Так, хорошо. А почему выбирали именно дерево? Дерево хорошо режется, и это самый чистый материал из руси. Так. Раньше не было ни кирпичей, ни жвей. Так, хорошо. Как говорят, дерево дышит. Зимой в деревянной избе тепло, а летом прохладно. Хорошо. Ребята, отгадайте, пожалуйста, мою загадку. Чего из избы не вытащишь? Печь. Печь. Посмотрите, пожалуйста, центральное место в избе занимала русская печь. Как вы думаете, почему? В ней готовили еду. Она обогревала дом. На печи спали старики и дети. Печи и люди раньше даже мылись. А также печь – прекрасное лекарство от простого и других заболеваний. Печь была главным украшением дома. А чем больше была печь, тем больше от нее было тепла. Поэтому порой она занимала очень много места в доме. А еще печь является сказочным персонажем. Вспомните сказки, в которых печь играла чуть ли не важную роль. Гуси-лебеди. Гуси-лебеди. По щучьему велению. Хорошо. Ребята, а сейчас пришло время... Чайных часушек. Посидеть за самоваром, рады всем наверняка. Ярким солнечным пожаром, у него горят бога. У-у-у! Ляшки не жалей, ботинки, предлагай, горчай, друзья. Если чай есть в чае, ты значит, письма пишут нам. У-у-у! Подавай мне чашку чая, ведь люблю я русский чай. В чае я душевый чаю, наливай горячий чай. У-у-у! Лучше спартера любого Лечит скуку и тоску В чашках вкусного, крутого Самобарного, чикол Самобар махтит السкрится Щедрый, круглый, золотой Озаряет наши лица Он своей добротой Чай, конечно, хорошо. А какова была основная пища русского народа? Каша. Каша, конечно. Даша нам сейчас расскажет одну очень интересную историю. Из блюд русских, кроме главной еды после щей и хлеба, была каша. Шорная, пшеничная, овсяная, сытная, наваристая. Есть наша такая русская пословица. Чида, каша, еда наша. Рассказывают, что варил как-то древний кулинар кашу и ненароком насыпал крупы больше, чем обычно. Ошибка обернулась лепешкой. Люди, как следует отругав нерадивого кашевара, все-таки попробовали новое блюдо. И, как видно, оно им понравилось. Со временем лепешки стали выпекать из муки. А позже на свет появился первый хлеб. Про еду поговорили и чайок как бы попили. А сейчас время игры для веселой детворы. Мы с вами поиграем в ложки. Я буду под музыку вам передавать ложку. Остановится музыка. У кого в руках появится ложка, тот отгадывает мои загадки. Хорошо? Пожалуйста. Встаем, ребята. Вот, кстати. Так, у кого ложка? Артем. Артем, отгадай, пожалуйста, мою загадку. Под крышей четыре ножки, а на крыше суп до ложки. Помогаем? Стол. Стол, конечно. Продолжаем игру. Так. Так. Возьбей изба, на избе труба. Зашумела в избе, загудела в трубе Видит пламя народ, а тушить не идет Печка Правильно, печка, хорошо Продолжаем Со мне рядом с ней Выдержит, она спешит, ничего не говорит А из курочки вверх полетела, вверху уйдают Даша, если я пуста бываю, про тебя я забываю Но когда несу еду, мимо рта я не пройду Ложка Ложка Вот она, конечно, твоя сладкая Так, ну давайте еще разок поиграем Давай, давай Так, Таня Влез на стол, он из-под лавки Осмотрелся на подставке Гибким хвостиком вильнул Складки со штанов слезнул Утюг Утюг, правильно, молодцы, ребята, хорошо Ребята, а сейчас для вас новое задание Из букв составьте слова русского быта И покажите эти предметы Пожалуйста Ложка Ложка Покажите этот пример Так, хорошо, молодцы Беретено Беретено Пожалуйста, покажите, кто поближе сидит, ребята Где находится беретено? Лотенки Прекрасно, молодец, садись Следующее какое слово? Чугунок Чугунок Покажи его, пожалуйста Чугунок Чугунок, хорошо В нем что готовилось? В нем готовилась каша Каша, да, еда Садись Пожалуйста, следующее слово У нас слово ухват Ухват, покажи, пожалуйста Так, ухват Спасибо Ребята, а сейчас я хочу проверить, как вы запомнили старинные слова Я буду вам говорить определение, а вы называете этот предмет Предмет в каждом доме, служащий для отопления и приготовления пищи Печь Печь Большой ящик для хранения вещей с крышкой и замком Сундук Сундук Предмет обстановки, на котором и сидели, и спали Таня Кровать Лавка Правильно Деревянный крестьянский дом Изба Предмет, который висел в каждом доме в красном углу Икона Икона Правильно Предмет для обрядения нити Перетяно Основное приспособление для обрядения нити Пряжа Пряжа Отлично Ребята, понравилось вам в избе? Да А что больше всего запомнилось? Часы Как вы видите? Ну что больше всего? Мне больше всего запомнилось чайную частушку Хорошо Мне больше всего запомнилось все приятные чайную частушку Хорошо Еще, ребят, что вам больше всего понравилось в музее? Я понравилась Смелее Мне понравились разные деревянные изделия древних времен Отлично Ваня Ну все, молодцы Хорошо, ребята Старый уходит, но его нужно знать и беречь Русская старина вся пронизана добром А это очень важно в наши дни Я тоже желаю вам добра И надеюсь, что у каждого в душе останется это добро И вы должны запомнить, о чем мы сегодня говорили, что услышали Гости мои молодцы Веселились от души Все задания исполняли И друг другу помогали Время подошло прощаться Мы не будем огорчаться Встречи новые у нас Будут еще много раз Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! Спасибо!